Да, чайная ложечка, котенок. Это ты мне даешь? Хорошо, я положу на место, спасибо. Сегодня начинается вторая неделя и первый день при корме. Мы вводим чайную ложечку брокколи. Новый продукт я начинаю первым, а потом буду давать уже основной, привычный для малыша кабачок. Ну давай. Ну, как тебе, малыш? Не плохо? Прокольта. Ты мысль. Ну давай еще. Все в рост на рожьи. Все в рост на рожьи. Молынь. Давай еще. Давай отпусти. Вот, вот. Вот мама еще тебе сдала. Давай подожди, дожди ненечко. Вот она стирается сильно. Так, тоже чуть сильно она стирается. Так, ну последняя давай. Совсем чуть-чуть еще осталось. Запасок тебя сделала, узнаешь, что ты размазываешь половину. Но сегодня как-то ты сверхаккуратен. Ну хорошо. Молодец. Давай, мячу. Так. И 200 миллилитров кабачка. Уже привычный вкус для малыша. Ну давай. 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 Давай, мячу. Так, ну давай, мячу. Посмотри. Мисочка зеленая, да? Другая. Поинтереснее, да? Скажи. Давай поинтереснее, мисочка. Поинтереснее, да? Положил, да? А сейчас зеленая. Сейчас, когда мы даем полную порцию, я вдруг поняла, что по утрам нужно времени планировать целый вагон для того, чтобы покормить малыша. Потому что сейчас этот процесс, как вы видите, занимает достаточно долго. До прикорма было сложно по утрам собраться и выйти из дома вовремя. Сейчас мы с тобой, в принципе, ни о каком времени ни с кем не договаривались. Ты мои щечки, ты мои щечки, ты мои щечки, ты щечки, улыбочка моя. Теперь мама будет в кабачке. Ну, конечно, будет. Давай. Маля, отец. Прямо в лёчку, ручкой. Маля, отец. Так проходит первый наш день. Мы, пожалуй, продолжим есть. А завтра доложу о финале нашей трапезы. Но я думаю, что всё у нас сегодня будет успешно. Потому что это бублик. Нет, Господи, пожалуйста, нет! Ну, может быть, я поторопилась с выводами. Да. Да? Так, у нас сегодня второй день, второй неделя нашего прикорма. И мы свой прикорм начинаем с брокколи. Это наш новый овощ. И малышу я дала уже две чайные ложки пюре из брокколи. Ну, давай попробуем. Ага. Так, у нас здесь тут утика на ручки. Ой, ты мой сладкий. Ай, ты моя крошка. Ну, давай, на ручку. Ну, давай, на ручку, давай, чтобы ты не размазывал так сильно. И после этого у нас последует уже обычная наша порция белого кабачка. Я отмерила 200 миллилитров, но в силу того, что мы уже добавляем брокколи, то, конечно же, я ему не скормлю всю эту порцию. Подожди, подожди. А съест он чуточку меньше. Да, и вообще, я буду смотреть по настроению. Сколько он хочет, столько он съест. У меня в комментариях вы спрашивали о том, как я планирую продолжать прикорм малыша. В принципе, торопиться я не буду. Думаю, что каши я буду водить 6,5 приблизительно. До этого времени я буду ему давать разные овощи, чтобы он уже попробовал разный вкус. Потом мясо, я думаю, я буду водить приблизительно где-то ближе к 8 месяцу. Так. А желток, молоко и все остальное уже, наверное, ближе к городу. Так. Давай. А-а. А-а. Тут у нас никак не получается. Не важно, сколько бы я в ложку не положила. Котенок весь в кабачке. Просто весь. То меньше, то больше. Все равно размажем. Да, Путика, все равно ты размажешь ручками все. Ну давай. Ну это тоже неплохо, да? Ты хочешь пробовать ручкой? И с ручкой тоже есть. Да, Путик? Ай, будем свинячиться. Ай, будем свинячиться. Будем кушать, так как нам нравится. Да, руками, ногами. С тем, чем попало. Так. Ну давай. Да, Путик. Ой, ты, господи. Весь у меня в кабачке, ребенок. Весь. Ну. Давай хотя бы глазки протрем, чтобы тебе не попадало в глаза. Ну куда ты встаешь, Путик? Подожди. А-а. А-а. Держи, 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 держи. А-а. Держи, держи. Ты моя прелесть, вся кабачки. Так. Ну что, тут через. А-а-а. Молодец. Так, жирафку тебе берем. Потому что жирафка не страдает. А-а-а. Жирафка, ну как не нужно. Да, вот и Бузи. Ну все, вот это уже копнул называется. Вот это копнул, так копнул. Давай. Ну, глубоко поледешь? Бутик. Ты глубоко собрался? Давай. Ну чего ты там? Господи. Ребенок. Мой ребенок. А-а. Я вот на самом деле за эти две недели понимаю, что по объему я-то ему отмерять отмеряю полную порцию. Но тем не менее мы всегда смотрим по ситуации. Вот сколько мамыш захочет съесть, только он съедает. Та-ра-та-та. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, у нас с тобой третий денечек. Вторая неделя. Так, сегодня начинаем с тобой с брокколи. У нас целая столовая ложка пюре из брокколи. Так, ну только у нас почему-то с тобой большая ложка. Давай большую ложку поменяем на маленькую. Все-таки с маленькой нам легче. Да? Давай поменяем. Ох, слюненечко. Неинтересно. Ай, привет. У нас сегодня случилась фиаско. Я разморозила свою заготовку кабачка. И поняла, что эта история для нас работать не будет. Поскольку после разморозки наш кабачок превратился в какую-то непонятную лодинистую жижу. И поэтому сегодня за неимением свежего кабачка, или точнее сказать, мы его имеем только что на доставка продуктовая, привезла свежий кабачок, но мы не успели его приготовить. И поэтому мы сегодня откупорили две маленькие баночки гербер с кабачком. Ну или с цукини, но в принципе одно и то же. Поэтому сегодня мы с тобой опробуем не только брокколи побольше порцию, но и кабачок из баночки гербер. Посмотрим, как пойдет, понравится малышу или нет. Я открыла две маленькие баночки на 80 грамм. В целом это получается 160. Ну да ладно, это нас не сильно волнует. Сколько съедим, столько съедим. Если что-то съедим, да? Кстати, что же я туплю? Девчонки мне посоветовали тебе дать вторую ложку. Давайте-ка попробуем. В общем, девчонки, вы мне писали в комментариях, Лаура, мне кажется, писала. Дать малышу в руку вторую ложку, пусть играется. И тогда легче будет кормить. Давай-ка попробуем, чтобы это сразу не побежало. Держи. Вот тебе ложка. На. Лучка, только не в рот. Давай, погоди, погоди, погоди. А это я буду тебя кормить. Держи. Ну. Так, скоординироваться тут у нас не получается. Держи. Держи ложечку. На. Смотри, короче, подожди. Давай эту ложку. Проди к этому. А еще вы рекомендовали поменьше пюре брать в ложечку. Таким образом намного легче и чище получится кормление. Ну, будем стараться, попробуем. Я думаю, это вполне себе логично, что когда порция подачи меньше, то, естественно, больше остается во рту, нежели размазывается и выплевывается. Ну, по-моему, вторая ложка не сильно у нас сработала. Не сильно сработала. Потому что тебе-то надо в рот. Тебе-то интересно все в рот, малыш. Короче, мораль басни моей сегодня заключается в том, что морозить я кабачок не буду. И буду малышу готовить из свежего кабачка, если мы будем говорить о пюре из кабачка. Посмотрим, как получится с пюре из брокколи, тыквы, цветной капусты и так далее. Не уверена, получится или нет. Еще один вариант. Можно морозить уже порезанные, подготовленные кусочки. И после разморозки их уже измельчать в пюре. Может быть, так еще нужно сработать. В принципе, не так-то, наверное, и важно нам морозить все это дело. Мы можем с тобой на дня два готовить, в холодильнике держать и просто потом готовить свежее. Вот и все. Слушайте, также в комментариях вы на самом деле много-много пишете по поводу там. Начинать кормить с четырех месяцев, начинать кормить с шести месяцев. Что рекомендует ВОЗ? Как лучше? Как-то у меня, не знаю, создается впечатление, что слишком серьезно мы, что ли, к этому относимся. И как-то не индивидуально подходим к этому вопросу. Потому что рекомендации ВОЗа, рекомендации педиатров, рекомендации, там, не знаю, кого бы то ни было. Это же рекомендации. Это не закон, который, не знаю, выскребли в камень и который неумолимо нужно выполнять. Это рекомендации. Я, например, не знаю, я смотрю по своему малышу. Я планировала тоже прям шести месяцев, потому что, в принципе, хочу придерживаться рекомендации ВОЗа. Но я поняла, что можно и начать с пяти с половиной. Потому что малыш мой очевидно к этому готов, ему очевидно интересно. И, очевидно, для нас это фан попробовать что-то новое. И поэтому мы начали с пяти и пяти. Так, давай. Если, как в случае другого, например, малыша, мама понимает, что нужно начинать с четырех. Или нужно начинать с шести. Или, например, вы пошли к педиатру на осмотр, например, там, в четыре месяца. И вы понимаете, что малыш не добрал весе от грудного молока, либо смеси. То, конечно же, нужно начинать прикорм каши. Но это факт. И по-другому никак нельзя. Поэтому я думаю, что будет намного нам легче в нашей ежедневной жизни, если мы будем расслабляться и относиться к этому вопросу абсолютно индивидуально. И не будем циклиться на цифры. Ну что, попробуем гербер-баночку? Давай. Давай попробуем гербер-баночку, малыш. Я так понимаю, что гербер-цукини в пюре перемалывает вместе с кожурой, потому что темно-темно-деленый цвет. Ну как тебе? И консистенция намного более жидкая, чем мои пюре. Кстати, я попробовала на вкус, не так-то все дурно. Все очень даже неплохо. Ну, странный вкус. Вроде кабачка, вроде нет. Ну, достаточно похоже на то, что мы с тобой ели, да? Не знаю. Нам попались, наверное, удачные банки, потому что действительно вкус нормальный. Девочки мне также писали, что вкус из баночек так себе не очень. А кто-то наоборот пишет, что банки наши все, потому что самое пюре приготовить без комочков не получается, а банки идеальны. Так что, опять же, это доказательство того, что все настолько индивидуально. И на самом деле не стоит цепляться друг к другу, и не стоит концентрироваться слишком уж на какие-то вот эти все формальности. Правда? Мне свекровь спрашивает, а чего ты так поздно начала? Мы там уже с трех месяцев, восьмидесятых, давали малышам сок, фрукты. На ночь давали сахарную водичку, чтобы никто не плакал, да? Что ж там еще, господи? Достаточно рано давали кефир, творог, каши. Все эти правила поменялись уже давным-давно. Но суть в том, что все выросли, и никто, благо, не умер, да? Все прекрасно выросли на том прикорне вскармливания, которое им давали. В целом-то и в общем. Поэтому я думаю, что с той информацией, которую мы сегодня имеем в нашем арсенале, мы уж точно можем немножечко расслабиться и просто получать удовольствие от процесса и от того, что наш малыш развивается, растет. Странный кабачок. Путик, как у тебя дела тут? Расскажи мне. У него вкусненько. Давай-давай, только мне в глаз. А то ты любишь по глазам все это размазывать. Дашь ложку? Ладно, возьму другую. Не вопрос, держи тут. Ага. И вот тут начинается трюк мамы. С двумя ложками. Так, а то, какую уже из них ты отпустишь. не нравится что-то как-то не очень скажешь да что не нравится путик есть но как-то без особого энтузиазма не нравится ну да ладно в общем не нравится ему кабачок с банки гербера поэтому не буду ему мучить в общем буду на завтра готовить свежий кабачок котеночку да а сейчас мы поедим с тобой нашу обычную бутылочку у нас сегодня четвертый день и у нас получается порция брокколи 2 столовые ложки или 30 миллилитров и а потом последует еще 140 миллилитров нашего кабачка сегодня кстати проверю как у него будут дела с кабачком потому что сегодня у нас уже мной приготовленный кабачок не баночки и моя слеткая кровь и моя кровь и кстати две ложки нас тоже не сработали вчера но зато вот держать за рукав и по моему очень даже есть у меня подозрение что лезут наши зубы потому что котенок это просто ай господи не минуту спокойствие как только он просыпается так вот три минуты и начинает кричать и потом кричит в нон-стопе просто в нон-стопе и ничего его не устраивает не знаю что хочет немножечко нас спасает это на самом деле его его прорезывателя я потом покажу вам расскажу какие самые лучшие прорезыватели для малыша или по крайней мере которые мы которыми мы пользуемся и которые нам совсем не подошли но в общем пока это единственное что нас спасает потому что тогда он хоть как-то успокаивается ну или на руках теперь он у меня стал таким дроби котенок полуручным ребенком полуручным по крайней мере ты хоть на ручки хочешь или успокаиваешься на руках да и не кричишь хотя и на руках ты не закричишь все поели все по моему все ну и ладно на этом сегодня мы закончим съели пол порцию кабачка вот и молодец пойдем мыться и путик путик ты моя крошка ты моя крошка ты моя крошка ты крошка крошечка моя ну мой чистый ребенок погнали пачкаться будем с тобой пачкаться значит сегодня я уже малышу добавила порцию побольше брокколи у нас сегодня 50 миллилитров брокколи некоторые из вас меня спрашивали как я выбирала конкретно свою схему прикорма но в основном это конечно же советы моих педиатров у меня таких два и за основу я взяла их рекомендации советы по вводу прикорма остальное это уже многочисленный опыт мамочек с которыми я общалась это статьи которые я читала также в интернете я естественно старалась находить достоверные источники и сравнивать схемы схема прикорма для того чтобы выбрать для себя самое оптимальное в принципе уже сейчас спустя две недели я понимаю что это действительно все очень и очень индивидуально если мама учитывать самые главные принципы о том что нужно во первых водить прикорм очень и очень постепенно нужно начинать с того продукта который ей советует педиатр в зависимости от здоровья малыша это второе и наверное третье это нужно смотреть по ребенку пока я наблюдаю что ему брокколи несмотря на гримасы нравится потому что именно брокколи он с большим-большим удовольствием ест как же мне понять что значит твои смешные гримасы малыш я надеюсь это не означает что тебе не нравится по крайней мере ты у меня сегодня в каком-то ровном настроении такой молчаливый протест бутик хочешь ты мой щечки ты мой щечки ты сечки улыбочка моя ты мои щечки ты мои щечки ты сечки улыбочка моя как-то такое смутное подозрение что до кабачка мы сегодня не дойдем что брокколи нам сегодня хватило да хотела тебе брокколи но можем и на брокколи остановиться не проблема малыш мама тоже любит твой кабачок мама съест и кстати я сегодня разморозила порцию брокколи и с радостью обнаружила что она не превратилась водянистую жижу как случилось моим кабачком несколько дней назад поэтому брокколи уж точно можно морозить это супер думаю с тыквой будет также с морковкой тоже что у нас еще там батат картофанчик ну все бутик ну ты у меня молодец ты мои щечки Так, брокколи мы добили. Ну что, попробуем с тобой кабачок? Как-то, мне кажется, ты в нем будешь сильно не заинтересован. Но была не была. Все-таки мать готовила. Давай. Попробуешь? Что-то другое? Ой, господи, что это? Мама Мия, как это неприятно. Ну, все? Ты наелась? Ты моя крошка. Ты сегодня такой какой-то таинственный. Ты такой внезапный. Ты такой таинственный и внезапный, господи. Какой-то ты сегодня мистический ребенок. Чего ты там кубаторишь? Ну, скажи матери. Чего кубаторишь? Серьезно? Что еще? Что еще? Да ладно, котенок? Ой, ты пусть. Фу. Говоришь, ой ты, мама, невкусно. Да ладно тебе вкусно. Да ладно тебе вкусно же. Да? Будет. Даже слюнявчик надо снимать. Ну все. В общем, малыш мой, по-моему, сегодня закончил свои трапезы. Слюнявчик тоже уже стягивается шеей. Поэтому мы на сегодня заканчиваем наш камень. Да? Молодец. 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 Ты моя крошка. Ты моя крошка. Ну давай. Давай, смотри, какая она щучка. Ух ты, помнишь? Вчера ты снимала. Ага. Ага. У нас сегодня, да, последний день нашей второй недели, вода прикорма. И мы начинаем сегодняшнюю нашу трапезу с пюре брокколи, которое моему малышу на самом деле на этой неделе сильно понравилось. Да. Да. Тебе понравилось? Вчера не записала, не записала, как его кормила, просто потому что у нас начались ремонтные работы в доме, и нам пришлось из дома убежать. Поэтому использовали вот эту нашу новую штучку от Манчкин. Вот она. Бутылочка с ложкой. Теперь нажимаешь здесь, упс, и пюре выскакивает из бутылочки, и поступает в ротик малышу. Это пила, которая устанавливает нашу новую кухню. В общем, вчера мы были вынуждены уехать из дома и есть свое пюрешко из брокколи на прогулке, да? Ну ничего, мы люди отчаянные. Мама в пальто из кашемира, ребенок в голубом комбинезоне и ели зеленое пюре брокколи. Могу подвести итог о последней неделе. Как я уже говорила малышу, понравилось пюре из брокколи больше, чем пюре из кабачка. Он его с удовольствием ест. Никакого вздутия газов и дискомфорта у нас не наблюдается, поэтому я уверена, что цветную капусту он также будет с удовольствием поедать. Думаю, в следующую неделю вводить уже цветную капусту. Касательно порций, я поняла за эти две недели, что не следует так фанатично и сильно придерживаться порций, которые расписаны в схеме прикорма. Просто нужно смотреть по малышу. И мы на самом деле в большинстве случаев не съедали полную порцию 200 мл. Поэтому сейчас я на самом деле ему могу отмерить полную порцию, но, как правило, мы, наверное, съедаем миллилитров 100 максимум. А потом, через какое-то уже время, с перерывом, я его докармливаю его привычной бутылочкой. А еще у нас сегодня очень-очень важный день. На самом деле, буду, конечно же, снимать отдельный видеоролик, но ровно сегодня, и не отметить это я никак не могу, Рэму ровно полгода. Сегодня, когда я записываю этот выпуск, 14 октября, и, кстати говоря, также буду сегодня его публиковать. Выйдет он немного позже, чем обычно, но, тем не менее, сегодня это видео поступит на канал. Так вот, сегодня ему 6 месяцев. Ты у меня уже большой парень, да? И мы, конечно же, несказанно рады тому, что такая серьезная дата, хоть и половинка от года, но все равно серьезная дата. Она, наконец-то, наступила. И моему малышу полгода. Ура! Ура! Поздравляю тебя с твоим полуднем рождения, котик мой. У малыша явно сегодня тоже хорошее настроение. Залезу-ка я тоже в кадр, наверное. У малыша тоже сегодня очень хорошее настроение, поэтому мы будем продолжать. Наверное, есть, а может быть и нет. И даже пила, котенок. Будем продолжать есть или играться. Что-нибудь мы с тобой сегодня придумаем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы, чтобы я записывала вот своего прикорма по неделям. Ну, грубо говоря, каждую неделю опубликовала такой ролик с тем, как у нас дела и как мы вводим новые продукты малышу в его прикорм. Если вам это будет интересно, то, конечно же, буду записывать и буду публиковать отчеты о том, как мы познаем новые вкусы. Ну, а на сегодня, наверное, все. Мы с вами прощаемся. Будем сегодня праздновать наше полудень рождения. И желаем всем доброго дня. Если не подписаны на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на звоночек, чтобы не пропустить следующих выпусков. А мы на сегодня говорим пока. Пока, маленький брокколи. У кого сегодня полудень рождения? Моего котенка? Кто такой чистый и замечательный у меня праздничный котенок? Привет. Привет. Скажи всем счастливого дня, моего полудня рождения. Скажи, у меня 6 месяцев и я большой парень. И вот такой у меня слинявчик. Рэм. 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 Пока. Рэм. 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 Продолжение следует...